Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новая серия на проекте Амазин Холиплей. Сегодня у нас будет новое видео, в котором мы поговорим про регионы. Как вы знаете, иногда был стрим на канале Федя Чу, где был разработчик, основатель, скриптер и так далее. То есть, была вся команда проекта Амазин Холиплей, они там обсуждали очень интересные темы, и речь зашла про регионы. И что они сказали про регионы, я вам сегодня расскажу, и в принципе покажу. Говорю сразу, пацаны, не нужно паниковать, продавать номера и так далее, не нужно просто даром переживать, просто посмотрите видос, реально. Просто возьмите, посмотрите видос, поставьте лайк, подпишитесь на канал, просто внимательно посмотрите и послушайте видос. И не забывайте, вводите мой промокод, пишите MM, 7 пункт промокод, указайте друга ютубера и вводите вот такой вот замечательный промокод, Кирилл Гейм Капсом, за который вы получите очень много денег. А именно 450 тысяч, поэтому вводите, получайте бабки и играйте вместе со мной на проекте Амазин Холиплей. Получается, вчера у Федича был стрим, на котором они все обсуждали, просто все темы, и самые интересные темы я в принципе вырезал и снимаю для вас видосы, и объясняю, что да и как. Потому что многие этого не видели, и многие возможно что-то не поняли, и именно для этого я снимаю ролики, чтобы вам все рассказать и объяснить. Я уже снимал подобное видео примерно полгода назад, наверное, если я не ошибаюсь, может быть меньше, про то, что добавят регионы. Но потом, как бы Федя передумал, сказал типа нет, мы против игроков не попрем, и они передумали добавлять регионы. И вот обратно зашла эта тема про регионы, и Федя вместе с Кириллом Литвиным там и так далее, высказали свое мнение по этому поводу. Отрывок со стрима я вам покажу чуть позже, я просто вам хочу объяснить, для чего они хотят добавить регионы. Они хотят добавить регионы для того, чтобы с целью номера упали. Вот допустим, в 01 есть номера X из 7, да, вот такие вот номера, получается типа X77XX. Эти номера оценивают в 500 миллионов. Я думаю, вы понимаете, что это очень дорого, и специально для этого они хотят добавить регионы, чтобы цены на номера немножко упали. Когда пошел слух о том, что регионы добавят, цены упали в два раза на номера. Сейчас они начали обратно подниматься в цене, в принципе, ну, как бы это нормально. Но Федя Чу сказал то, что он не хочет, чтобы на его проекте номера стоили 500-700 миллионов, потому что это отталкивает новых игроков, которые хотят поиграть на Амазинге, которые будут играть на Амазинге. Ну, вы сами представляете, пацан просто заходит и видит то, что номера продают за 300, за 500 миллионов. Это ж пиздец, какие цены, пацаны, вы сами понимаете. Да, у меня тоже есть фуллбат, я не спорю, вот, даже могу показать. Вот, допустим, там, НКХ-8, но я не говорю то, что они стоят 200 миллионов, я эти номера оценю там 50 миллионов, как бы в 50-80 миллионов я оцениваю свои номера. Я считаю, это недорого. Я думаю, вы сами понимаете, то, что это нужно сделать. Регионы, да, нужны, но, как сказал Федя, то, что номера, которые сейчас, которые сейчас фуллбаты, с ними сделают что-то интересное, то есть они все равно останутся эксклюзивными. И обычные номера фуллбаты, другие, которые будут, их сложно будет достать. То есть не все так просто, пацаны. Вы не сможете просто поехать в ДПС, блядь, и получить себе любой номер, который вы захотите. Нет, такого не будет. И за донат вы, скорее всего, тоже не сможете поставить себе любой номер, понимаете? То есть они сделают все грамотно, поэтому переживать не нужно. Не нужно там продавать номера, не нужно кричать о том, что, блядь, пизда, просто регионы добавят. Нет, такого делать не нужно, пацаны. Просто успокойтесь и ждите, все будет заебись, понимаете? В том, что добавят регионы, в принципе, ничего плохого я уже не вижу. Я просто сам думал, то, что система регионов, типа, это будет, знаете, там, за донат, либо в ДПС просто номера получаешь, блядь, какие хочешь, и все. Я думал, в этом плане это все будет. Но нет, номера, которые есть сейчас, фуллбаты, они в любом случае будут эксклюзивными, даже если добавят регионы. Об этом сказал Федя Чу и Кирилл Литвин. И даже, если добавят регионы, мне кажется, то, что номера, которые сейчас, у них просто вместо региона будет флаг, и все. То есть, если они вместо региона, который фуллбаты сейчас добавят флаг, это будет охуенно, я считаю. Это будет реально все равно эксклюзивчик, и будет смотреться реально очень круто, поэтому я бы на их месте задумался. Они полностью все карты не раскрывали, как и что будет, но я, в принципе, сейчас вам покажу этот отрывок. Вы посмотрите его внимательно, послушайте, сделайте выводы для себя, и, в принципе, потом дальше поговорим. Тут спрашивают про регионы, регионы, ну, в автомобильных номерах. Будут ли они? Да, в принципе, вопрос так к разрабам. Нет, тут смысл не в этом, смысл некрозраба, разраб-то их сделать может, и он их уже сделал, речь именно к нам. Я помню, мы на каком-то стриме, причем очень давно, еще, наверное, полгода назад, если не больше, мы эту же тему поднимали тоже на стриме. Ааа, блядь! Ну, так скажем, в поезде начался кошмар. Значит, регионов? Да, это кошмар, я давно-давно предлагал, как сделать так, чтобы никто не почувствовал себя... Да, Кирилл вообще отличную идею предложил, я считаю, что это заебись. Какую? Ну, я не знаю, здесь ли можно об этом говорить, и в любом случае, слушай, если упадут цены, это я не считаю, что прям очень плохо, потому что... Ну, они упадут, но не так сильно, благодаря Кирилл и на этом доме. Если идея про регион 777, то это моя идея, но ладно. Нет, там идея была другая, я вот не хочу ее озвучить, и не особо ее помню, которую Кирилл именно предложил. Что за идея это была? Ну, для того... Я расписывал ТЗ, ну, не ТЗ. Короче, я скажу, давай я немножко вкратце скажу, то, что те, кто имел номера вот сейчас вот эти, они, типа, блядь, как будто круче будут и приоритетнее, и там, и по некоторым причинам. Вот, и их, а новые сложнее, типа, получить. Там тоже очень крутая система, которую Кирилл предложил, да. Поэтому цены, если даже упадут, то не очень сильно и не очень быстро. Они упали просто с новости одной, кстати. Это, когда мы говорили, то, что добавим регионы, как мне рассказали. Ну, ребята, я не считаю, что это плохо. Типа, номера по 500 лямов, типа, это, типа, пиздец, как по мне. Вот. Если не больше, там, какие-то могут стоить. Вот. Так что... Ну, реально, вот это, типа, вот эти цены, они просто пугают, например, тех же новичков и так далее. Так что, вообще, спорить насчет региона вообще не надо. Надо их добавлять. И, ну, типа, вначале, конечно, кому-то что-то не понравится, но люди привыкнут, в конце концов. И больше людей смогут... И больше людей смогут, типа, получать пиздатые номера. Типа, а не только вот те, кто успел там схватить в какое-то определенное время. Вот. И у кого сейчас миллиарды на руках. Если такие, конечно, есть. Минуточку внимания. Хотел бы вам посмотреть очень классный канал моего друга. Называется он Америкос. Данный пацанчик живет в Америке. Делает стримы. Кручит рулетку на очень крупные суммы. Поэтому всем советую подписаться. Реально, пацан делает годно. Вы понимаете, просто пацан переехал из Украины в Америку. Живет там. Играет на базинки и делает стримы. То есть, это максимально интересно. Зайдите, посмотрите. Вы реально не пожалеете. Ссылочка на его канал будет в описании. Давайте поможем ему сделать 1500 подписчиков до лета. Поэтому просто возьмите и подпишитесь на его канал. Вот вы посмотрели отрывок со стрима. К вам очень большая просьба. Пожалуйста, не нужно там какие-то слухи пускать. Не нужно там орать то, что все, пизда, ебать. Номера бесценятся и так далее. Пожалуйста, отнеситесь к этому нормально. Не нужно поднимать панику. Все будет хорошо. Если вы даже купили фубаты, вы потеряете 30% от стоимости. Это максимум. Поэтому не нужно по этому поводу переживать и поднимать просто бунтом. Всем рассказывать, орать и так далее. Не нужно, пацаны, поднимать панику. Пожалуйста. Я вас умоляю. Потому что если сейчас все начнут поднимать панику, обратно начнут все номера продавать быстро там и так далее. Пацаны, этого делать не нужно. Не нужно номера там продавать, потому что добавят регионы. Лучше дождитесь того, когда их добавят. Их могут добавить, блядь, летом. Их могут добавить зимой. Их могут добавить весной. Понимаете? Как бы они не сказали точно, когда добавят регионы. Поэтому переживать не нужно, пацаны. Не нужно переживать. Спокойно просто возьмите, сделайте вдох, выдох и кайфуйте от игры. Катайтесь на фулбатах и не переживайте. Понимаете? Потому что в любом случае фулбаты, которые есть сейчас, они все равно будут эксклюзивными. И они будут цениться. Поэтому не переживайте, просто не переживайте. И нужно там уже бежать в свободку, блядь. Выставлять свои номера на продажу, как это было раньше. То есть, ну, цены упали чисто из-за того, что вы сами так решили. Понимаете? Вы сами так решили. То, что все, пиздец, бать, габела нахуй. Конец мира, блядь, и так далее. Вот вам, кстати, скриншот на экране, как будут выглядеть регионы. Как бы скриншотик недавно появился. Поэтому регионы, пацаны, все-таки будут. Будут, но не знаю, когда точно. Я вам сказать не могу. Регионы, они хотят добавить, понимаете? Они хотят их добавить, но когда это будет, никто не знает. Поэтому, пацаны, просто не переживайте. Видосик посмотрели, надеюсь, вам понравилось. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok